Компенсации будут выплачены с учетом площади квартир. За однокомнатную единораза выплатят 100 тысяч рублей, за двухкомнатную 150 тысяч рублей, за трехкомнатную 200 тысяч рублей, за четырехкомнатную 250 тысяч рублей. Сумма делится пропорционально на крычество зарегистрированных в квартире, в том числе и собственников жилья. Решением Совета депутатов были назначены компенсации пострадавшим гражданам на зеленой 16, которые касаются двух выплат. Материальная помощь на найм, съем жилого помещения для тех, кто нуждается в такой выплате и материальная помощь пострадавшим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В данный момент пострадавшие проживают во временном жилье, предоставленном администрацией. Но есть люди, которым такой тип жилья не подходит. Теперь они могут сами арендовать квартиру за счет города. Все обещания сдержаны. То, что мы ожидали и даже не ждали, все это исполнено. И мы очень довольны. Я от имени своих родителей выступаю. У меня мама с папой в этом доме живет. Поэтому я знаю, что они очень рады. Вообще очень большая поддержка администрации. Мы очень довольны. Наша семья очень рада. В месяц администрация выделяет от 40 до 65 тысяч рублей на аренду жилья в зависимости от того, в какой квартире семья проживала ранее. Собрание жильцов было инициировано администрацией городского округа Химки. Предварительно на Совете депутатов единогласно проголосовали за новые компенсации для пострадавших. Сумма компенсации, выделенных на съемное жилье, фиксированная. И даже если человеку удалось найти квартиру дешевле, она не будет меняться. В принципе, у нас все замечательно и чудесно. Администрации большой респект. Поэтому так случилось, что мы просто, как говорится, участники этого процесса. Поэтому даже, может быть, где-то и многовато нам оформили денег. Ну, потому что мы не пострадали. Ни мебель у нас не пострадала. У нас только окна разбиты и рамы деформированы. Остальные вопросы, которые подняли на собрание жители, зафиксированы сотрудниками администрации городского округа и будут рассмотрены в ближайшее время.